Вир Верден Олеги Зунзайн, что означает «будем все здоровы», приветствует учеников на входе учитель немецкого языка Ледмила Ермакова, вооружившись термометром. В педагогике она уже 40 лет, в таком амплуа выступать еще не приходилось. Что делать? Школа, это школа, мы здесь все делаем, все, что нужно. Говорим о том, чтобы сейчас как можно лучше, усиленно соблюдать санитарный режим. Здравствуйте, золото. Нормально, проходи. Времена диктуют свои правила, это понимают не только педагоги, но и ученики. Ксения Честных перешла в 11 класс, впереди экзамены и путевка во взрослую жизнь. Выбор для себя сделала непростой, хочет поступать в медицинский. Химия, как известно, наука практическая, поэтому на дистанционном обучении сидеть было непросто. Поэтому Ксения рада возможности выйти на учебу и прийти в школу. Возвращаться, так скажем, не очень легко, но учителя, они тоже идут нам навстречу, они помогают вернуться в обычный режим. На дистанционном, конечно, большая часть информации упускалась, и за счет того, что очень большая доля зависела именно от нас, от того, как мы сами будем готовиться, сами будем заниматься дома. Но я считаю, мы успешно закончили 10 класс, ну и, в общем-то, вот, успешно перешли в 11. В 176-й школе свыше полутора тысячи учеников. Этот учебный год, как и во всех образовательных учреждениях города, начался с ряда ограничений. Помимо уже привычного всем термоконтроля на входе, в каждом классе есть антисептики. В коридорах установлены рециркуляторы воздуха. В столовую одновременно могут попасть только пять классов. Изменилось все, говорит директор школы. Здесь составили новое расписание звонков. Для каждого класса звенит свой, чтобы не допускать скопления на переменах. Ученики могут ходить и без маски, а вот учителя, используя средства индивидуальной защиты, обязаны. Образование – это очень крепкое подразделение государства. Оно может перестраиваться, может понимать ситуацию и быстро находить какие-то пути к решению. Мне так кажется, что, наверное, образование находится рядышком с медициной, которая стоит на страже здоровья, благополучия детей и взрослого населения. Соблюдение необходимых мер безопасности на постоянном контроле у городских властей. Ежедневно до 10 часов утра каждое образовательное учреждение подает письменный отчет о термоконтроле учеников. Это не только в школах, но и в детских садах, и в учреждениях дополнительного образования. Та утренняя термометрия, которую мы проводим бесконтактными термометрами, показала эффективную свою работу. И это нам позволяет утром не допускать к рабочим местам тех сотрудников, которые имеют повышенную температуру. И статистика подтвердила, что есть такие сотрудники. Но и также есть небольшое количество учащихся, которые приходят утром уже с повышенной температурой. Таких учащихся мы не допускаем. В таком случае ребенка изолируют в медкабинете и вызывают родителей. Далее малыш отправляется в больницу. Напомним, из-за сложной эпидобстановки в конце прошлого учебного года школьники учились в онлайн-формате, начиная с марта. Чтобы ситуация не повторилась, сейчас необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и гигиены, говорят медики. Чаще мыть руки, использовать средства индивидуальной защиты, особенно в помещениях и транспорте, и соблюдать социальную дистанцию. Мария Леевна, Григорий Плешаков, События.